Есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих. Так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Когда сижу на нуле, пешочком хожу по городу. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Без всякого стеснения и умопромочения. 10 июня. День Никиты. Назвен в честь преподобного отца Никиты, епископа Халкидонского. Он был весьма милостив к нищим, питал альчных, ноги их одевал, странников принимал в свой дом и заботился. Был отцом-сиротом, с наступником-вдовицем и спасителем для всех обидимых. Активно боролся против ерести иконоборчества. Обличая неправославные догматы, увещевая всех с благоговением поклониться иконе Христа, Господа и Его Пречистой Богоматери, а также иконам и всех прочих святых. Народи Никиту называли гусятником и молились ему, чтобы он защищал от хищных птиц, часто крадущих гусят со двора. Существовало еще одно название этого дня – полудница. Это был особый вид духовных существ, очень похожих на обычных женщин. Полудницы были красивыми и летали над полями в жаркие летние дни, чтобы завлечь мужиков, работавших в поле. Любовными утехами они могли измучить мужичка и лишить его мужской силы. Если сегодня мужчина видел летающую над полем женщину, то ему нужно было зажмуриться и произнести «Господи, спаси меня от соблазна! Нельзя было сердить полудниц, иначе они могут высушить поля и лишить людей хорошего урожая». В это время начинает рожка роситься, а также появляются первые грибы, которые называют колоссовиками. В связи с этим сегодня специально посылали в поле беременных женщин, чтобы ребенок мог обрести крепость, сравнимую с молодым колоссом. Существовало поверье, если роды сегодня произойдут на хлебном поле, то они будут легкими, а ребенок родится здоровым. Приметы. Тихий погожий день предвещал хороший урожай. Мою посуду, сам помогаю женке, кипячу воду, заливаю в чайник, то есть в термос. Она, видите, отдыхает, отдыхает. Надо беречь своих любимых. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, энергетические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо.Про. Доброго здоровья и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok